Всем привет! Вот такие рамочки я себе поставил. Машинку намыл, прошла на химчистку вчера. Короче, теперь как новенькая. Такая только у меня и у Майкла Джексона. Всем привет, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на YouTube-канале Таксистки и Вольф. Новый год наступил, я думаю, его нужно начинать с чего-то нового и хорошего. Мой друг, который давно работает в такси и знает все нюансы работы, открыл свой таксопарк. Таксопарк Изи. И создал отличные условия для работы в такси. Таксопарк не берет комиссию с заказов. Комиссия берется только за вывод денежных средств. При этом деньги можно выводить 24 на 7 на карту любого банка. Комиссия с бонусов не берется. И никаких скрытых комиссий нет вообще. Подключение парковых самозанятых. Поддержка 24 на 7 заправки с таксометра. Также есть несколько вариантов работы, и поэтому каждый сможет подобрать для себя подходящий вариант. Все контакты и ссылки будут под описанием к ролику. Подключайся и зарабатывай. Друзья, всем привет! Рад вас приветствовать на YouTube-канале «Таксистские войны». Сегодня у нас понедельник, все праздники наконец-то закончились. Я решил покатать смену, посмотреть, сколько сегодня можно будет заработать. Будем катать К+, но если будут хорошие коэффициенты, можно будет согрешить и с комфортом. Но я сомневаюсь, что это произойдет, потому что в последнее время что-то коэффициентами нас не балует. Яндекс. Погнали работать. Так, пришел первый заказ с улицы, сел до Виспневского. Куда едем, не знаю, но кэфф 2.58. Скорее всего, это заказ где-то по райончику небольшой, когда кэфф такой высокий. Скорее всего, это заказ по району, потому что на дальние поездки он кэфф дает всегда меньше. Вот так вот дожили, живем от кэффа до кэффа. Итак, заканчиваем первый заказ, значит, уехали мы 32 минуты, 10 километров, 1891. И вот вам прикол, заказ я взял в 8.40, были кэффы, а теперь кэффики уходят. Не ожидал я, что это будет в центре. Здравствуйте. Здравствуйте, ножки бы отрихнуть, конечно. Спасибо. Папина карка на столе. Здравствуйте. Ну, чтобы не просила я девчонку ноги отрихать, потому что она сделала только хуже. У меня просто на уе-унтах, просто куски снега. Так вот школьники ездят на Ка-Плюсе в школу. Ну, в принципе, пускай ездят с хорошим кэффом, почему бы не повозить. Наши люди в Булочную на такси не ездят. Так, второй заказ я выполнил с улицы Серпуховской вал, с остановкой на 3-м Донском и на Малую Калужскую мы ехали. Заказ был с коэффициентом 1.60, 532 рубра стоил с ожиданием, короче, 646. 3 километра, там, 10 минут. Так, выполнил я еще один заказ с Малой Калужской, да, баррикадную. 8 километров, 20 минут, 804 рубля. Ну, все, короче, надо с центра уезжать, потому что кэффы тают, как зарплата у таксистов в центре. И надо куда-нибудь заехать в зону кэффов, потому что без кэффа катать вообще неинтересно. Короче, выполнил я 4 заказа. Сейчас у нас 10.57, а начал я 8, ну, грубо говоря, 57. 3.100 рублей. Что-то я думаю, надо сделать кофе таймами. Кончились сигареты. Нельзя много работать, нужно делать перерывы. Так что ищем, где попить кофе, да пить сигареты. Выполнил я заказ после кофе тайма, значит, Малогвардейской улицы до Москва-Сити. И самое прикол, я сейчас расскажу, заказ этот стоил 760 рублей, но по пути он подешевел. Почему, сейчас объясню, ехали мы 8 километров в 20 минут. Короче, фишка такая. Изначально стоял адрес City Mall, или как его, ну, Пресненская набережная, торговый комплекс этот. Он едет по пути пассажиря, меняет конечную точку, просто тот же комплекс, только с другой стороны въезд. И заказ, вместо того, чтобы перейти на счетчик, и считать по счетчику, потому что маршрут меняется, он берет просто на сотку, снижает цену. Ну, что за хуйня такая, блядство. Горите вы в аду, блядь. Дело-то не в сотке, дело, блядь, в отношении. С чего, блядь, вход сто метров, другой. Почему должен заказ, почему должен дешеветь-то? Дело-то, можно проехать? Можно. Ну, если знаете, теперь знаете. Теперь знаю, да. Там проезд. Сейчас узнаем что-то новое. Дорогу, объяснили. Не, ну мы не туда едем. А у вас просто там стоит точка. Ну, стоит точка, только надо с другой стороны подъехать. Так, ну давайте сейчас... Ну, вон он, люк, я не знаю, там нет... Мне нужно вот красный... КФ-у-люк. Ну, может там, конечно, я смогу переползти через... Не, ну, ползти не надо, если... Че, я сейчас вас разверну. Мне кажется, что там просто забор. Просто странно, что он проказывает. Ну, да. Очень странно. Почти приехали. Пожалуйста, не забывайте вещи в салоне. Сейчас посмотрим. Это что-то новенькое сегодня вообще. Со мной вообще много открытий можно. Так я чувствую, что... Ну, что... И дырка в заборе. Ну, конечно, надо... Конечно, строить. Хорошего дня за себя. Да, он будет открытия доставить. Спасибо за поездку. Короче, такая хрена получилась. Приехал я домой обедать. Мне срочно надо было уехать в Шереметьево, отвезти людей. Короче, отвез я их за полторашку. Сейчас я в Шереметьево. Значит, до обеда я заработал 5 ровно, 5-100. Сейчас полторашка, то есть 6500. Время сейчас 16-30. Ну, я думаю, еще 2 часа поработать. И все, и можно ехать отдыхать. Но как получить заказ сейчас здесь, в Шереметьево, в очереди я не стою, нигде я не стою. Поэтому сейчас чувствую, будет холостой пробег. Очень хороший. Так, первый послеобеденный заказ по таксометру с Ленинградского шоссе 228, корпус 4 до ТЦ Мега Химки. 620 рублей, 6 километров. Мы там ехали 15 минут. Короче, с этих Химок надо как-то выбираться. Взял, долго ждал заказ с 9 мая по Химкам на улицу Мельникова. 3 километра, 10 минут, 333 рубля. 4 километра, 10 минут, 333 рубля. Подъезд-то там. Женщина, машину перезакажите себе. Я говорю, машину перезакажите себе. Перезаказать? Да, перезаказать. Не буду я перезаказать? Ну, я сейчас отменю заказ, не волнуйся. А что-то, а почему? Разговаривать надо нормально. Поздороваться, спросить, почему я здесь стою. Там негде стоять. Как негде стоять? Только поедем, проедем, уходим. Я вам еще раз говорю, перезакажите машину. Поехали, поехали. Я не поеду с вами никуда. Я вам еще раз говорю. Я сейчас отменю заказ и приедет другая машина, которая вас привезет куда надо. Смотрим, я как бы первый подъезд, дом такой точкой. Я понимаю, что, ну, встать негде. Я встану, я буду пропускать машины. Вот, смотрим, спереди машин. Мне не встать здесь. Грубая машина поедет, мне придется уезжать. И там, пока я заезжал, я встал прямо в пяти метрах. Всего лишь в пяти метрах. Подойди, спроси, почему я так стою. Единственное свободное место опять, вот оно, справа. Но это все то же самое, так же в пяти метрах я с той стороны стою, разницы никакой. Можно позвонить, можно написать. Точка стоит ровно, по сути, вот где я остановился. Вот, ну, я просто сейчас, камера не пишет, регистратор пишет. Мне не показать. Ну, точка вот ровно в метре, где заказ. Да, ну, не точно геолокация определяется, поэтому там подъезд чуть за углом получается. Бра, вот только решил выполнить заказик на чистой тачке, только после химчистки. Думаю, сейчас пассажир сядет, там, ну, оценит. Короче, устал я выезжать с этих химок. Я там сделал дав химку до заказа, выехал на Ленинградку, к водному стадиону. Взял на Кутузовский заказ вообще, непонятно какой, дырявый по деньгам. И вот только с Кутузовского на Малую, на Большую Дмитровку мне дал заказ 1270. Ехали 10 километров в 20 минут. Ну, это я выставил заказы домой, короче, уже время 7 часов, надо к дому ехать. Так, друзья, подводим итоги сегодняшней смены. Выехал я на Ленинградку в 8.40 утра, закончил в 19.40, проехал я 200 километров, выполнил 13 заказов. По таксометру я заработал 7700, плюс съездил в Шереметьево за полторы тысячи со своим пассажиром. Но тут же эту полторашку вычитаем на бензин, минус еще 350 мойка. Вот такой заработок. Так сказать, впечатление неоднозначное от заработка. Вы пишите в своих комментариях, сколько у вас получается заработать за такое же время. И что хочу сказать. Я сейчас был на мойке, там машину парень на оптиме, на аренде. Аренда у него 3500 в сутки. Я ему сказал сюда, сколько я сегодня заработал по таксометру. Он говорит, ну, у меня примерно так же получается за такое же время. Но он вычитает 3500, соответственно. И еще полторашечка, сколько там, 1300 бензин. Плюс мойка. И представляете, что остается. Поэтому кто вам говорит, что там таксисты кучу что-то зарабатывают, до расхода часто превышают доходы. И кто вам говорит, что такси безопасно, это пиздеж. Потому что людям, которые особенно на аренде, им приходится перерабатывать, чтобы что-то заработать себе в карман. Друзья, пишите свои комментарии, ставьте лайки. Всем пока.